Сердце Сердце Тебе не хочется покоя Альбертик Сердце Как хорошо на свете жить Альбертик, давай поговорим на чистоту Я же вижу, пришел с работы сам не свой Верочка, ты только сядь поудобней И не падай Нет у меня больше никакой работы Меня сократили Я так и предполагала Сначала зарплату задерживать стали А теперь и вовсе попросили Альбертик, Альбертик Ты только не переживай Не переживай, что-нибудь придумаем Да не пропадем Ну Сердце Как хорошо, что ты такое Спасибо, сердце Что ты умеешь так любить Любить Здравствуйте, вы смотрите программу Здоровье плюс А как обстоят ваши сердечные дела Только ради Бога оставьте все свои домашние заботы Постарайтесь расслабиться Побудьте несколько минут с нами Полезная информация о том, как сохранить здоровье вашего сердца на долгие годы Я думаю, вам не повредит Прислушайтесь Работает главный метроном вашей жизни С особым усердием, ответственностью, любовью к своему хозяину Дорог каждый клокочущий удар В смутном сознании проплывает и повторяется Весь жизненный спектакль Сыгранными и несыгранными ролями Здесь не услышишь лишних разговоров Не увидишь беспечных лиц Здесь почему-то впервые чувствуешь Четкую грань между жизнью и смертью Между прошлым, настоящим и будущим Дядя Миша за два дня испытал три клинических смерти Трижды умирал, трижды его возвращали на эту бренную землю Мы всматривались в лица больных в реанимации И щемящей болью в душе вспомнили уже ушедших из жизни родителей Тоже инсульт, инфаркт, та же боль потери, утраты Если не жизни, то обязательно здоровья Поступают больные с острым инфарктом миокарда Прединфарктным состоянием Острое сердечное недостаточное И острые нарушения сердечного ритма За год в нашем отделении проходит лечение около 1000-1200 человек В общем, основная масса Это, конечно, пациенты Самым тяжелым заболеваемым сердцем Это острый инфаркт миокарда Который обуславливает, в общем-то, большой процент летальности Здесь сначала Начинает чуть-чуть тупая боль Потом начинает ломить левую лопатку А потом вся грудь сразу боль И раздираю все В таком состоянии, между собой, чего хочется? Лечь, сесть? Бегать Есть такое беспокойство? Хотя страха нет, я говорю Страха нет, бегать, вот хочется тебя На месте ему сидеть невозможно? Ну, не хочется сидеть Я говорю, ляжь, а я встаю А вот когда больше всего хочется жить? Вот до инфаркта или после инфаркта? А жить всегда хочется В любом положении жить охотно Как так? Не жить Здоровье этого небезызвестного человека, несмотря на имеющийся наследственный букет многих заболеваний, в полной норме Мирсаид Мерхамидович Мирохимов продолжает удерживать главный штурвал кардиологической науки Республики и руководить национальным центром кардиологии и терапии при Министерстве здравоохранения Это ли ненаглядный пример возможного долголетия и здоровья? И главной его печалью, главной заботой по-прежнему остается наше с вами сердце Мы, медики, занимаемся, вы видели, медицинской стороной Если вы возьмете писателей, людей, которые занимаются религией, например Они сердце совершенно с другой стороны рассматривают Вот несмотря на то, что сердце такой орган, который и воспевали и поэты, и писатели Сердце, которое каждый человек может чувствовать, когда неприятность или радость Правда? То есть, это такая рабочая лошадка, которая всю жизнь работает Не переставая, не задумываясь Поддерживает нашу жизнь К сожалению, в области медицины она не нашла такого внимания, которое это сердце заслуживает Среди стран СНГ по смертности мы занимаем первое место Если СНГ занимает первое место в мире, а наша страна первое место в СНГ То, как ни печально, мы стоим сегодня на первом месте в мире по смертности от некоторых форм болезни сердца Если действительно болезнь сердца составляет почти половину всех смертей Казалось бы, к этому должно быть серьезное внимание со стороны государственных органов Я не могу сказать, что наш центр обделен в этом отношении Но не о центре идет речь О самой системе, организации, борьбы, диагностике, лечении болезней Тут я не могу сказать, похвалиться, что это внимание достаточное Здоровое сердце каждому кыргызстанцу обещают 2010 году Звучит очень оптимистично На это нацелена специально разработанная и уже действующая национальная программа Она предусматривает целый ряд больших мероприятий, связанных с перестройкой не только самой системы лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний А также коренной перелом сознания людей с переосмыслением привычного образа жизни, отношения к проблемам собственного здоровья Сердечно-сосудистые заболевания подкрадываются к нам незаметно Годами мы до последнего не замечаем и не хотим замечать, что больны Казалось бы, что обращаться к врачам должны тоже, чаще всего больные болезни сердца Нет, ничего подобного Вот если мы будем ранжировать обращаемость в поликлинику наших людей, то болезнь сердца обращается на пятом или шестом месте О чем это говорит? Это говорит о том, что долгие годы болезнь сердца не дают о себе знать Скрытно протекает То, что американцы назвали тихими убийцами Гипертоническая болезнь, мозговой инсульт, коронарная болезнь и ее осложнение острый инфаркт миокарда Вот далеко не полный перечень сердечно-сосудистых заболеваний, от которых только в прошлом году в мире умерли 7 миллионов 200 тысяч человек В структуре общей смертности населения Кыргызстана сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место На их долю приходится более 40% всех случаев смертей Как показывает анализ статистических показателей, не все сердечно-сосудистые заболевания в одинаковой мере определяют смертность населения республики Одним из самых распространенных заболеваний является гипертоническая болезнь, которой ориентировочно страдают более полумиллиона кыргызстанцев А это каждый четвертый житель республики И вот в этой ситуации обидно то, что наше население пока недостаточно хорошо осведомлено о своем здоровье Вот даже недавно проведенный сотрудниками нашего центра опрос среди горожан обнаружил, что о своем артериальном давлении знает только одна треть нашего населения А две трети никогда не измеряли и не интересуются повышенным давлением И связано это с тем, что наше население, к сожалению, не знает всей опасности повышенного артериального давления для человека Ведь нужно сказать, что гипертонической болезнью страдают социально активные и одаренные люди Это, как правило, люди, занимающиеся большой социальной ответственной работой И очень обидно, что ежегодно из-за того, что у таких людей вовремя не выявляется повышенное артериальное давление Не принимаются меры Вот развиваются эти фатальные осложнения, грозные осложнения, которые заканчиваются в части случаев преждевременным ходом этих людей из жизни И ежегодно мы тысячи из-за повышенного артериального давления теряем таких людей Что, естественно, наносит большой материальный ущерб республике Я уже не говорю здесь о моральных и иных издержках В основе гипертонической болезни лежит нарушение деятельности систем, регулирующих уровень артериального давления и ведущих к стойкому его повышению Артериальная гипертония проявляется приступами головных болей, головокружением, рвотой, болями в области сердца Гипертоническая болезнь – длительное прогрессирующее заболевание Часто дающее такие опасные для жизни осложнения, как кровоизлияние в мозг и инфаркт миокарда Сердечную и почечную недостаточность, нарушение зрения и другие И, конечно, возникает вопрос, можно ли бороться с повышенным артериальным давлением Можно ли предотвратить развитие вот этих вот грозных осложнений, которые приводят и к инвалидизации, и к преждевременному уходу людей из жизни И на этот вопрос сегодня можно однозначно ответить «да» Достижения современной медицины таковы, что используя уже отработанные, эффективность которых доказаны, современные диагностические и лечебные технологии Их внедрение в нашу республику, то, что заложено в нашей национальной программе Можно не только предотвратить развитие вот этих вот грозных осложнений Но и существенно продлить трудовое долголетие наших гипертоников И обеспечить им нормальную продолжительность жизни Вот из всей популяции гипертоников мягкая артериальная гипертония страдает где-то около 60% То есть это огромная армия гипертоников Ну а если у человека имеются уже более высокие цифры артериального давления Имеется поражение со стороны внутренних органов То, естественно, здесь на фоне нелекарственных методов применяется лекарственная терапия Чтобы предупредить болезнь, важно всегда помнить, что основной причиной возникновения гипертонической болезни Является нервно-психическое напряжение, эмоции отрицательного характера Особенно при невозможности соответствующим образом отреагировать на них Способствующими факторами для возникновения гипертонической болезни Являются наследственная тягощенность, ожирение, курение, употребление алкоголя, избыточное потребление соли, недостаточная физическая активность Большинство сердечно-сосудистых заболеваний тесно связаны с атеросклерозом Отложением на внутренних стенках кровеносных сосудов атеросклеротических бляшек, липидов и солей кальция В результате этого процесса диаметр сосудов уменьшается, а сами сосуды теряют эластичность Как следствие, ухудшается кровоснабжение тканей и клеток организма Одной из основных предпосылок атеросклероза считается высокий уровень содержания в крови холестерина В настоящем мире разработано много мероприятий, которые снижают уровень холестерина Нужно сказать, что холестерин переносится в организме в составе так называемых белково-жировых комплексов Которых несколько видов И в зависимости от того, какой преобладает вид белково-жировых комплексов Имеется несколько типов гиперхолестериномии С помощью только диеты и физики упражнений можно снизить уровень холестерина в крови Но даже в тех случаях, когда не удается снизить с помощью диеты или нагрузки физики То не стоит отчаяться, существует ряд высокоактивных препаратов, которые активно снижают уровень холестерина У нас в центре имеется служба, которая занимается определением холестерина Мы определяем как общий холестерин, так и его фракции у всех лиц И в зависимости от того, находится ли он в норме или он повышен У нас разработаны специальные мероприятия У нас создан лепениццентр, где всем лицам, у которых имеется высокий холестерин С ними мы проводим беседу, разъясняем их стиль жизни, какую соблюдать диету Если же на фоне наблюдения за больными на фоне диеты у них не снизится холестерин То таких больных мы переводим на медикаментозную терапию И продолжаем их наблюдать Я не умаляя все другие проблемы, там, барботуберкулезом, венерическими заболеваниями, СПИД и так далее Мы посчитали, количество туберкулезных больных сегодня в стране меньше, чем умерших от сердечно-сосудистых и пульмонезных заболеваний Больные меньше, чем умерших от сердечно-сосудистых заболеваний Вот это показывает настолько проблем Если мы хотим серьезно повлиять на смертность населения в масштабе страны Это в первую очередь надо разработать государственную программу, которая подкреплялась бы соответствующей поддержкой Материальной, моральной и так далее поддержкой На то, что мы хотя бы на 25-30 снизили смертность от сердечно-сосудистых и легочных заболеваний Тогда общая смертность кровостания уменьшится, снизится И, естественно, повысится средняя продолжительность жизни Избранная стратегия борьбы за здоровое сердце предусматривает обоснование внедрения семейного принципа организации Профилактических и лечебных вмешательств для эффективного снижения риск-факторов развития наиболее социально значимых заболеваний Сердечно-сосудистой системы, раннего их выявления и коррекции Задача программы – выработать в первую очередь в семьях с повышенным риском заболевания необходимых поведенческих навыков А это значит, необходимо пересмотреть существующие национальные традиции питания Проявлять большую физическую активность, отказаться от курения и воздерживаться от потребления алкоголя Необходимо разработать образовательные программы для обучения семейных врачей и медсестер Стандартным методом выявления риск-факторов, ранней диагностики и простейших технологий вмешательства Конечно, ни одна программа, никакие новейшие достижения в области медицины не сделают нас здоровее, чем мы сами этого захотим Можно использовать дорогие медикаменты, употреблять ставшие модными различные пищевые добавки Но если при этом вести неправильный, противоречащий природе образ жизни, с ней, с жизнью, можно расстаться гораздо раньше, чем каждому наверняка хотелось бы Простые советы для вас Старайтесь питаться умеренно, не переедая жирной и соленой пищей Откажитесь от курения Ограничьте алкоголь Прямо с понедельника начните новую жизнь, в которой будет больше движения и доброжелательности в отношениях с близкими и окружающими вас людьми Контролируйте свое артериальное давление, особенно это актуально для лиц после 40 и у кого уже имелись единичные случаи, его подъема до небольших величин 140-160 мм ртутного столба И последним Очень доверяю и прислушиваюсь к мнению нашего уважаемого академика Почти всю жизнь боролся за здоровое сердце Диагноз, лечение, обучение и так далее Но я не уверен сегодня, что это самый лучший путь Может оказаться, понимаете, надо было параллельно бороться за доброе сердце Если бы у человека было здоровое плюс доброе сердце Не злое сердце, а доброе Он бы мог радоваться успехам своих даже недругов, если хотите Это редко бывает Он даже, если друг будет иметь успехи, он внутри будет переживать Понимаете? Я думаю, что если мы вернемся опять к Манасу, Курманджан Датхе Я думаю, что они не только были мудрые, они имели добрые сердца Тогда, когда человек добрый, за ним и больше бывает последовательный Теперь знаете и вы, что случилось в нашей кукольной семье Альберт Николаевич потерял работу Кто-то потерял семью, кто-то близкого человека Все не так просто в этой жизни Я желаю вам мужества и терпения И по возможности все-таки берегите свое сердце И если ваша печаль не печаль, то не расстраивайтесь по пустякам До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok